Бесплатный гектар жителям арктических регионов Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, предусматривающий возможность предоставления бесплатных земельных участков по аналогии с дальневосточным гектаром гражданам, проживающим на арктических территориях, для индивидуального жилищного строительства или осуществления хозяйственной деятельности. Елизавета Кабанова продолжит. В 2016 году в России был принят федеральный закон номер 119 дальневосточный гектар, положение которого впоследствии решили расширить на территорию арктической зоны, куда входит и Ненецкий автономный округ. У нас особенность региона такова, что 95% всей земли округа находятся в категории земель сельхозназначения и практически 100%, 99% этих земель у нас предоставлены для ведения оленеводства, оленеводческим хозяйством нашим. Соответственно, эта территория уже изначально не может рассматриваться, потому что она находится в аренде. Согласно статье 7, 119 федерального закона, участки, предоставленные на каком-либо праве, не участвуют в этой программе. Ну и, соответственно, еще есть ряд ограничений, которые мы тоже закрыли. В ограничения входят территории традиционного пользования, зоны потопления, затопления, объектов культурного наследия и территории общего пользования. Пограничные территории также пока остаются закрыты. Для минимизации конфликтов населенные пункты не рассматриваются, так как не все постройки в пределах сел, деревень и поселков поставлены на кадастровый учет. В настоящее время согласие выразили только жители деревни Куя. Рассматривались также варианты в окрестностях Нижней Пеши и Омы. Мы должны показать ту территорию, где можно брать гектар. И вот как раз об этом первый закон округа должен быть принят. Мы планируем принятие его на июльской сессии 1 июля. Второй закон тоже параллельно в соответствии с федеральным законом должен быть принят по вопросу предельных размеров цен на услуги по, скажем так, неживанию вот этих гектар. И вот мы запросили коммерческие предложения. Предварительно 46 тысяч у нас получается такая работа. Максимальная цена за вынос 8, не менее 8 точек. Ну там получается гектар достаточно большая территория, 4 точки может быть недостаточно. Законопроект округа об арктическом гектаре будет рассматриваться на сессии собрания депутатов 1 июля. Заявление на получение арктического гектара можно будет подать только после 1 августа в управление имущественных и земельных отношений, когда закон вступит в силу. Добавлю, в течение года владелец арктического гектара может определяться с его назначением. Землю можно использовать в целях строительства индивидуального жилого дома, осуществления любой хозяйственной деятельности, что, по мнению специалистов, будет способствовать вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот и увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.